здравствуйте мои маленькие друзья мы снова с вами встречаемся на этой неделе и сегодня я хочу с вам с вами поговорить о временах года а конкретно о времени года который идет прямо сейчас итак скажите мне пожалуйста какое время года у нас сейчас идет подумайте я думаю большинство из вас знает как она называется кто уже подумал и правильно ответил я скажу тоже у нас сейчас время года весна время года весна смотрите что у нас происходит с вами в природе солнышко светит ярко дни стали длиннее сосульки все растаяли появилась травка проснулись животные в лесу возвращаются птички и на деревьях распускаются очки это весна повсюду у нас с вами бегут звонкие-звонкие ручьи лед на реках тает с крыш свисают сосульки и они тают образуя маленькие лужицы а где лежало много снега снег тает и образуются ручейки смотрите смотрите что у нас делают детки наши весной смотрите внимательно смотрите какие у нас веселые детки у них уже одеты резиновые сапожки потому что снежок у нас тает а с крыши свисают сосульки и капает водичка у нас пришла весна смотрите какое чистое небо солнышко светит а на кустиках уже есть почки позднее весной в лесу окончательно начинает таять снег и появляются первые цветочки подснежники мать и мачеха в мае появятся самые красивые цветы ландыши детки гуляют по лесу и как вы видите на озере уже растаял снег и появилась вода а где-то вдалеке смотрите летят птички которые с юга возвращаются домой в ручейках которые образовались от того что растаял снег можно пускать самодельные кораблики вы можете сделать из бумаги а в этом могут вам помочь мама и папа которые в детстве наверняка пускали кораблики по лужам и у нас красивые березки стоят которые скоро покроются маленькими маленькими листиками они будут очень очень красивые а чем еще весной могут заняться детки а детки весной могут помочь птичкам обрести свой новый дом на деревья можно повесить скворечники смотрите у нас скворцы прилетели и уже ждут когда детки им построю повесят их новый дом на все лето где у них появятся птенцы которыми они осенью улетят в теплые края смотрите детки друг другу помогают у них уже два скворечника готовы вот третий стоит на земле и мальчики и девочки принимают активное участие в таких вот мероприятиях да они молодцы они помогают птичкам и берегут нашу природу также у нас просто просыпаются разные насекомые а в лесу просыпаются наши звери медведи лисы медведи ежи а еще заяц начинает менять свой свой цвет шубки который он поменял на зиму с белого на серый и так весной у многих животных появляются маленькие детеныши в лесу у медведя появляются медвежата у волка появляются волчата из нор вылезают барсуки и у весной у людей очень много работы в поле люди готовят почву для того чтобы посадить растения они сеют рожь ячмень проса чтобы в будущем делать из него хлеб а в огородах уже начинают все и другие разные культуры укроп петрушку морковь лук а также весной красивыми белыми цветочками покрываются наши сады яблони вишни груши сливы и вот цветут очень красивыми цветами очень красивыми цветами смотрите какая красивая картинка и детки очень рады они нюхают наши цветочки на деревьях и очень счастливы что скоро наступит лето но прежде чем заговорить дальше я хочу вас спросить а какие весенние месяцы вы знаете я думаю что многие из вас знают какие месяцы у нас есть весной я их вам назову март он у нас уже прошел но это первый весенний месяц в начале весны солнышко начинает вставать раньше все короче становится ночь то есть начинает таять снег появляются первые проталинки в этом году у нас к сожалению не было зимы его нему не могли видеть так такие красивые наблюдения как снег тает как появляются тропинки в лесу но к сожалению еще дует очень холодный ветер и иногда бывают сильные метели в марте и погода в марте переменчивая то дует сильный ветер то летит снег то метет метель то очень тепло греет солнышко но все равно весна это начало пробуждение нашей природы в конце марта к нам прилетают первые птички грачи ну и естественно в марте мы отмечаем праздник всех мам бабушек девочек сестренок подружек международный женский день 8 марта и я думаю что каждый из вас помнит как вы поздравляли маму сейчас у нас идет месяц апрель апрель тоже такой месяц интересный это второй месяц нашей весны но уже на реках растаял лед уже появилась вода люди готовятся вот я вам уже рассказывала да встречи птиц это в апреле они вешают скворечники на деревья и ждут ждут прилета наших весенних птичек у нас с юга возвращаются скворцы грачи как раз в апреле у нас просыпается медведь барсук и выходят из своих пещер а также у нас оживают муравьи появляются в первые бабочки первые пчелы мухи комары которые начинают немножечко просыпаться диме и спячки хотя им еще холодно ну и естественно в апреле есть такие праздники все знают что все люди любят шутки веселье и первый день апреля но у нас называется днем смеха когда все любят шутить также у нас в апреле есть очень большой праздник завоевание космоса людьми называется он в себе всемирный день авиации и космонавтики он отмечается 12 апреля в этот день впервые в космос полетел человек об этом мы с вами поговорим на следующем занятии про космос а а сейчас мы пока говорим про весну и в апреле есть еще один праздник он не всегда бывает в апреле он иногда бывает в начале мая иногда бывает он всегда меняет дату но этот праздник и бывает очень важен для людей итак в прошлое воскресенье в прошлое воскресенье было так называемое христианское православное вербное воскресенье к сожалению в этом году никто не смог из детишек ходить и разносить красиво украшенные веточки вербы по домам но это праздник который у нас уже прошел в прошлое воскресенье а в наступающее воскресенье и как вы знаете у многих родителей будут большие каникулы также как у школьников называются пасхальные каникулы все верующие ждут большого праздника который называется пасха люди ходят в церковь и красят яйца пекут куличи ставят пасхи люди после длительных длительного поста которые много недель не ели мясо молоко яйца они начинают с этого дня все кушать употреблять в пищу этот праздник пасха о нем я думаю вам расскажут родители поподробнее если вам это будет интересно что это за праздник просто у многих людей пасха также приходится на разные даты в финляндии в этом году пасха 12 апреля также как и у многих православных но так как в мире было раньше два календаря и юлианский и григорианский получилось так что пасхи пасха православных христиан приходится на разные даты в этом году 12 апреля католическая пасха а православная правда пасха у нас будет через неделю 18 апреля но все равно это очень большой праздник который имеет для верующих людей очень большое значение так что еще мы будем делать весной у нас есть еще третий месяц май тоже красивый день 1 мая все отмечают всемирный день труда в финляндии это день студент 9 мая у нас будет очень большой праздник праздник великой победы когда в великой отечественной войне люди одержали победу и мы живем с вами под мирным небом об этом мы тоже с вами поговорим и так май май у нас уже гремит гром первые молнии у нас летают ласточки у нас расцветает вся природа у нас на деревьях появляются цветы и листья все бушует красивыми красками яркими красивым и мы всегда этому очень радуемся что же делают люди весной смотреть сажают грядки растут прекрасные весенние цветы тюльпаны нарциссы цветут деревья на улице становится тепло очень много птичек у нас поет у нас очень красивый будет месяц май ну и уже когда начинается поздняя весна у нас начинают распускаться одуванчики становится совсем тепло и мы все ждем с вами лета смотрите о чем я вам рассказала что такое весна весна это солнышко светит ярче тает снег появляются ручейки на деревьях появляются почки в лесу просыпаются звери которые были спячки у них появляются детеныши зайчики меняют с белого цвета на серый свою шубку вот у нас лисичка у которой тоже появляются детеныши и все это происходит весной природа проснулась а сейчас в преддверии как раз пасхи мы с вами сделаем поделку вот такое красивое пасхальное яичко а уже саму поделку мы будем делать с вами во втором видео и так мы с вами поговорили о времени года весна я с вами еще не прощаюсь во втором видео мы с вами посмотрим как сделать вот такую замечательную открытку к светлому празднику пасха